Я думаю, многие из вас слышали о практике скальпирования. Некоторые даже видели этот процесс в фильмах про индейцев. Казалось бы, выжить после скальпирования невозможно. Но это не так. В 1864 году 13-летний Роберт МакГи отправился на запад по тропе Санта-Фе с родителями. Они умерли во время этого долгого путешествия, и осиротевший мальчик продолжил путешествие с караваном, доставляющим поставки в Нью-Мексико. В пути караван сопровождался кавалерией, несколько раз вступавшей с тычки с индейцами Сиу. 18 июля 1864 года караван прибыл в форт Ларнет, где погонщики расположились лагерем в миле от расположения кавалерии. Поздней ночью они были атакованы примерно 150-ми воинами Сиу под командованием вождя «Маленькая черепаха». Охранники каравана были не чета индейским воинам, их всех перебили. Молодой МакГи беспомощно наблюдал за бойней, пока его не заметил вождь «Маленькая черепаха». Вождь решил, что он сам убьет мальчика, и выстрелил из пистолета в спину МакГи. Мальчик упал на землю, а вождь индейцев двумя стрелами прибил его руки к земле. Затем «Маленькая черепаха» достал лезвие и срезал 64 квадратных дюйма кожи с головы МакГи, начиная прямо за ушами. Пока МакГи лежал на земле, на него набросилось еще несколько индейцев, проткнув его копьями. Все это время мальчик находился в сознании. Когда солдаты наконец догнали караван, они увидели результаты ужасной резни. Всех белых скальпировали. Но когда солдаты подобрали тела, они обнаружили, что МакГи и еще один мальчик выжили. Их отправили в форт Ларн, где умер другой мальчик. Каким-то образом скальпированный МакГи выжил и прожил довольно долгую жизнь. Данная фотография была взята в 1890 году, когда МакГи рассказал свою историю местной газете. Выживание МакГи было почти чудесным, но он был не единственным человеком, который выжил после скальпирования. Иосиф Уэлл Баргер был скальпирован индейцами Каманче примерно в 4 милях к востоку от современного Остина, штат Техас. В него выстрелили из лука, скальпировали и оставили умирать. Но этот человек жил еще 11 лет. На самом деле он умер только после того, как ударился головой о нижнюю балку в своем доме. Уэлл Баргер рассказывал, что скальпирование сопровождалось нечеловеческой болью. Но пока действовал шок, удаление его скальпа звучало как зловещий рев и раскат далекого грома. Спасибо вам большое за просмотр. Напишите в комментариях, какие еще случаи невероятного выживания вы знаете. Также вы можете посмотреть видео про югославскую стеордессу, которая выжила при падении с 5000 метров. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок